Седьмой сезон программы. Военные оркестры в парках 2022 года объявляются открытым. Программа проходит в рамках международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Ежегодно на Красной площади в Москве центр столицы наполняется военной музыкой. В преддверии этого события в различных парках Москвы и Подмосковья участники фестиваля устраивают для горожан настоящие концерты под открытым небом. Все оркестры, участники фестиваля «Спасская башня» сейчас выступают здесь. На сегодняшний день здесь присутствуют три военных оркестры. Это военно-образцовый оркестр почетного караула. Это центральный концертный образцовый оркестр военно-морского флота имени Николая Андреевича Римского-Курского, выступление которого как раз сейчас проходит. Любимцы и фавориты программы, ежегодные участники фестиваля «Спасская башня», участники и победители общероссийских и международных конкурсов – суворовцы военно-музыкального училища. Строгая выправка, красивая форма и такие песни лучше всего воспитывают патриотизм, говорят слушатели. Воспитывать патриотизм сейчас стало сложнее, но нужно обязательно это делать. И, наверное, вот такие выступления, они поддерживают патриотические чувства. И поют, и играют на всевозможных музыкальных инструментах и маршируют. Военные музыканты должны уметь все. Их выступление, которое прошло в парке «Патриот», покорило сердце каждого. Я приехала из Анапы в Москву, и поэтому моя была мечта попасть в храм прежде всего. И случайно узнала, что здесь идет концерт, и с удовольствием его слушаю. Когда их слушаешь, всегда слезы наворачиваются. Ну, не все, а те, которые со смыслом, с грустным. Я лично всегда плакать хочу, когда их слышу. Ну, и веселые песни военные, они наоборот вызывают такие эмоции положительные. Такие концерты будут проходить по субботам на протяжении трех недель на различных площадках Москвы и Подмосковья. График и локацию можно узнать на сайте дирекции фестиваля «Спасская башня». Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова